Привет, друзья! Сегодня я хочу начать цикл роликов о социальной сети ВКонтакте. Итак, начнем с самых азов. Вот сейчас открыта страница, главная страница ВКонтакте. Тут мы видим новости, мы можем посмотреть, выбрать из новостей фотографии, видео и так далее и тому подобное. В данном случае вы это все, надеюсь, знаете, видели, просматриваете постоянно, выбираете новости друзей или сообщества. Кстати, кто не знает, это разные новости. Если я нажимаю друзья, то у меня выходят новости друзей. Если я нажимаю сообщества, то у меня выходят новости, сообщества, которые я подписана. Поэтому вы, когда просматриваете ленту, вы вот на это тоже ориентируетесь. Точно так же можно посмотреть фотографии, точно так же можно посмотреть по рекомендациям, что тут у вас, обновления какие-то есть или еще что-то. Это уже, как говорится, на выбор. Ну, оставим всю эту тему. Вы это можете поизучать. Находится это все у нас в правом меню ВКонтакте. Все это покликать, посмотреть. Это все интересно. Идем дальше. Значит, у каждого из вас, кто есть ВКонтакте, есть личная страница. Я делаю ударение на слово личное, потому что многие путают. Есть еще страница ВКонтакте. Об этом чуть позже. Итак, вот моя личная страница. Как ее заполнять? Вы, надеюсь, знаете, да, что редактировать можно. Вот открываем редактирование. Здесь все-все-все-все. Все заполните, посмотрите. Никаких проблем, я думаю, что у вас не возникает при этом. Блог с фотографиями стоит у нас практически сразу здесь. Смотрите. Единственное, что знаете вы или нет, что мы можем, допустим, убирать какую-то фотографию. У нас она уходит при обновлении странички. Вы ее уже видеть не будете. И вот этот блок с тем, что вы удалили с информацией, его тоже не будет видно. По поводу, как делать пост, вы тоже знаете, что можно делать и отложенный пост, что сразу можно, ну, как бы указать, что это статья. Если мы наводим курсором на вот выпадающее меню, да, мы можем здесь и опрос, и товар прикрепить, и какой-то граффити, и карту указать, и файл прикрепить. В общем, все это понятно. Посмотреть актуальные темы для записей тоже можно. Ну, вот я тоже нажму, да, и посмотрим, какие актуальные темы, допустим, сейчас. И, может быть, вы можете присоединиться к этим темам, на эту тему тоже создать пост. Так, закрываю. Это я здесь кратенько, потому что вы уже наверняка тут все изучали, все смотрели, и совершенно бессмысленно. Теперь идем в правое, ой, в левое меню, извиняюсь. Да, и что у нас здесь есть, мы все видим. Ну, я остановлюсь в данный момент на сообществах. Есть два типа сообществ. Это группа, где собираются люди по интересам, беседуют и так далее. И есть еще один вариант сообществ. Это публичная страница. Вот то, что я говорила. Не смешивать личную страницу и публичную страницу. Чем они различаются, я сейчас дальше посмотрю. Я специально открыла у себя, у меня есть несколько групп и есть публичная страница, чтобы вы могли сравнить. Значит, открываю, например, вот группу. Это в данном случае закрытая группа, где мы проводили мастер-класс по Parchment Craft. Делали рамочку для фото. Ну, для интереса я вам даже пролистну, что мы тут делали, какую рамочку. Кроме этого, я еще бросала девочкам трафареты. И вот уже те, кто сделал, выкладывали фотографии. В общем, такая группа для закрытых мастер-классов каких-то. Да, очень даже хорошо. Именно группа. Здесь есть фотоальбомы, здесь есть и беседу можно составить. Все-все-все, как в обычной группе. Почему я, значит, говорю сейчас про группы? Вот группу в данном случае, вот эта закрытая, можно сделать закрытой группой. Можно сделать открытую группу. Вот если группа закрытая, то только те, кого вы пригласите, будут в этой группе. Если группа открытая, то ее и найдут ВКонтакте. И ее вы можете приглашать прямо конкретно своих друзей. Вот, например, нажимаешь в группе «Пригласить друзей», да, и выбираешь из списка своих друзей, кому выслать приглашение. Это особенность группы. Без разницы, закрытая или открытая, можно вот так. Но часть функционала, который необходим, допустим, тем, кто, ну, возможно, продает свои работы, да, в группе этого нет. Вот. Все вот те функции, которые есть в группе, они есть и в публичной странице. Но публичная страница по функционалу намного больше. Но есть одно «но». Приглашать туда друзей, вот как я здесь показала, невозможно. Публичная страница видна не только ВКонтакте, она видна и через Яндекс.Поиск. И туда уже приходят люди сами, как бы, да. Ты можешь сделать перепост с этой страницы, с публичной. И кто увидит, возможно, захочет, да, присоединиться, получать новости и так далее. А вот чтобы пригласить именно своих друзей, вот так выборочно, да, здесь это, вызвать приглашение. Это невозможно будет на публичной странице. Вот. Значит, чтобы, ну, про группу я сказала, да, это тоже понятно. Это для нас вообще, в принципе, известное дело. В управлении тоже все понятно. Ну, давайте нажмем, посмотрим, какие здесь есть. Ну, во-первых, когда группу делаете, у меня закрытая группа, да, я здесь не писала описание. А вообще, в принципе, пишется название. Обязательно заполняется описание. Вот тип группы, да, я могу всегда ее изменить. Закрытая, открытая, частная. В общем, выбрать из этого все. Если будет закрыта, она будет полностью закрытая. Если частная группа, то, значит, там определенно ограниченность тоже. Ну, и даже вот, смотрите, здесь даже и написано. В открытую группу могут вступить все желающие. В закрытую можно вступить по приглашению или подав заявку. В частную группу можно попасть только по приглашению руководителей. Вот в этом разница. И в этом удобство, собственно, да, чтобы нам выбрать, мы смотрим. Вот выпадающие у нас меню есть, где все рассказано. Дальше. Адрес группы. Можно оставлять так. У меня закрытая группа, я ничего не меняла. Можно поменять вот эту часть адреса, вписать короткий какой-то адрес, который будет понятен вашим подписчикам, да, и самому будет легче писать. Поэтому можно вот это заменить. Вот. Дальше. Ну, кнопочки действия. Все это понятно, да. Ну, здесь я уж убираю давно из сайта, у меня этого нет. Вот. Выбираем тематику. Опять же, вот смотрите. Сообщество по интересам. Блог. Страница компании. Магазины. Персоны. То есть, вот, выбирать можно. Так. Здесь сохранить. Нажму. Дальше. Что здесь есть? Комментарии. Это если, ну, какие-то настройки по комментариям вы делаете. Добавили. Вот давно я, вот, знаете, не разбиралась с ВК, да, и тут даже в группе, вот тоже появился ВК-донат, подключить можно. Ссылочки, которые, ну, вот, они отображаются обычно справа. Добавить ссылки на другие свои ресурсы какие-то. Ваши адреса. Сделать меню из сообщества. Ну, и так далее. И в группе также можно добавить свои истории. Это 15-секундное видео. Вот. Так. Ну, участники здесь. Понятно. Беседы. Беседы – это отдельные чаты. То есть беседы, они уводят нас в мессенджер. Я почему-то, мне не очень нравится эта функция, потому что она просто-напросто вот уводит с группы, со страницы, да, и потом человек, ну, или вернется, или не вернется. Но, пожалуй, что про группы достаточно, да. Я снова вернусь и покажу одну вещь, да. Вот сейчас это у меня группа и закрытая группа. Когда мы нажимаем в меню группы, справа, которая, вот эту кнопочку, кликаем еще, и у нас есть перевести страницу. То есть в данном случае, если мы нажмем, мы переведем нашу группу в статус публичной страницы. Я сейчас этого делать не буду, потому что мне не нужно это. Так, и вот смотрите, еще уведомления о новостях группы, да, можно включить. И можно группу, как и страницу, добавить в закладки, чтобы вам долго не искать. И, возможно, ну, где-то не мелькнуло в тот момент, когда вы находитесь в ВКонтакте, да, вот новость с этой группы. А когда в закладках быстро находится, и можно зайти и посмотреть, что нового. Ну вот, перевести страницу. Вот, смотрите, я нажала, чтобы вам было понятно. Смотрим, что после перевода группы страницу, новости, блок станет недоступным. Новости. Все приглашения в группу будут автоматически отменены. Все заявки на вступление будут автоматически приняты. Записи на стене от имени группы пропадут. Все файлы, так, блок файлы будет недоступен. Блок обсуждения окажется в правой части страницы, но это настройками можно изменить. Информация станет видна всем пользователям. Итак, и только раз в 30 дней можно перевести. Допустим, если вы перевели в публичную страницу, вам не понравилось, только через 30 дней вы можете вернуть статус группы. Вот. Ну и выбираете, когда в публичную страницу переводите, что это небольшая компания, место. В общем, все расписано. Вы это видите на экране. Пожалуй, что я это читать не буду. Вот. Это касается групп. Да? Все, в принципе, то же самое. Ну, вот в группе у нас блок фотографии. Этого блока здесь в публичной странице, на публичной странице не будет. Поэтому, вот, как бы, внимательнее, да? Еще раз пролистну, посмотрю. То же самое, те же самые посты, то же самое, все оформление поста. Никакой разницы вот в этом деле, в принципе, нет. Так. Ну, значит, по группе я вам рассказала. В следующем видео мы встретимся, и я расскажу вам уже о публичной странице. До следующей встречи. Не забывайте поставить лайк, подписаться ко мне в группу, где я со своими картинами. Поддержите художника. Пока-пока. Следующее видео будет очень скоро. Спасибо.